МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «День города» и я, ее ведущая, Олеся Котровская. Главная тема сегодня – рекордный урожай и беспрецедентная поддержка малого бизнеса. Губернатор подвел итоги года. Нам есть кем гордиться. Найден рязанец-фронтовик Павел Галкин. Сегодня ему исполняется 98 лет. Награда нашла героев-охранников, помогавших в ликвидации пожаров Н5МОЛ, поощрили. В Рязанской области откроют 11 пунктов для вакцинации от COVID-19, как сообщает оперштаб при региональном правительстве, со ссылкой на главу Минздрава Андрея Прилуцкого. По словам министра, склады с необходимым холодильным оборудованием подготовлены. В Рязанской области вакцину «Спутник Ви» надеются получить до конца года. Федеральный Минздрав уже определил группы риска, которым вакцина нужна в первую очередь. Это медицинские и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов, специалисты, которые контактируют с большим количеством людей. Вакцинацию будут проходить с учетом этих рекомендаций. Министр здравоохранения уточнил, что ежедневно в регионе делают около 2000 тестов на коронавирус. В красных зонах больниц работают 600 волонтеров и 2000 работников резидентов учреждений. В понедельник, 14 декабря, глава региона Николай Любимов в прямом эфире подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы рязанцев. Подробности в следующем сюжете. Положительная динамика темпов экономического роста главная новость, прозвучавшая в прямом эфире. Не подвели основные столпы, промышленность и сельское хозяйство. Аграрная сфера и вовсе стала одним из ключевых драйверов. Об этом говорят и цифры. В январе-октябре прирост составил 13%, в то время как по России всего два. Повсеместное внедрение роботов в сельхозпроизводстве один из основных инновационных подходов, но не определяющий ключ к успеху хозяйственный подход в целом. В последнее время мы активнее, чем многие другие регионы Российской Федерации, возвращали и возвращаем в оборот сельхозземли, которые были заброшены в 90-е. В этом году мы перешагнули рубеж в миллион гектаров пашни, надо сказать, что это очень серьезная цифра. Еще одна, более чем серьезная, рекордная цифра урожай 2020. Причем и по зерну, и по масличным культурам. И это в очень сложный год. 2 миллиона 930 тысяч тонн зерна и 360 с лишним тысяч тонн маслосемян. Такого в истории рязанского земледелия вообще никогда не было. Причем урожайность, она в разы выше, чем даже в советское время. Кроме того, по молоку, за три года производство молока у нас в регионе выросло на 30%. А главное, что доля молока высшего сорта впервые превысила 90%. Еще одна локальная, но стратегическая победа в период пандемии – серьезные льготы для малого и среднего бизнеса. Пакет преференций для предпринимателей привел регион в топ-15 по стране по количеству видов поддержки. Налоговые преференции предоставлены нами на общую сумму почти 680 миллионов рублей. А по итогам третьего квартала мы присоединились к лидерам по такому показателю, как индекс роста малого и среднего предпринимательства. На все вопросы рязанцев Николай Любимов отвечал охотно и честно и про достройку домов, и про желтый дым, который появился, по словам виновников, из-за петарды. Озвучил губернатор и свою личную позицию по возможной передаче горводоканала в частные руки. Николай Любимов против концессии. А что касается вопроса о чистоте воды в области, то у власти региона здесь большие планы. В 2021 году, в следующем году, по программе «Чистая вода» у нас в регионе планируется построить 8 серьезных объектов для очистки воды. Стоимость строительства этих объектов почти 174 миллиона рублей. Причем строительство будет профинансировано из федерального бюджета прежде всего. Это три объекта в Сапожке. Один в Рязани, два в Скопине. И, внимание, Людмила, два в Клепиках как раз будут построены. Реконструкция моста – одна из самых животрепещущих тем для рязанцев. Губернатор пообещал закончить работы летом следующего года, но уже в декабре здесь запустят одну полосу. В следующем году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют более 250 километров автотрасс. Еще одна крупная стройка онкодиспансера завершится в 2022-м. Стоимость строительства и оснащения более 5,5 миллиардов рублей. По уровню и качеству услуг диспансер будет лидером в Центральном федеральном округе, заключил губернатор Максим Васильев, телекомпания «Город». В этом году правительство Рязанской области совместно с газетой «Комсомольская правда» реализовали проект «Нам есть кем гордиться». В рамках этого проекта вспоминали имена рязанских героев Великой Отечественной войны. И неожиданно нашли имя человека, который жив по сей день, но живет в Ейске. Сегодня герой исполняется 98 лет. О нем наш следующий сюжет. 15 декабря 1922 года в селе Нижнее Ищеридь, ныне кораблинский район, родился Павел Андреевич Галкин. На фронте с июля 1943 года. К апрелю 1944-го на Северном флоте в качестве штурмана совершил 22 боевых вылета на самолетах П-2 и Бостон А-20G. Экипаж Францева, Галкина, Антипычева потопил две подводные лодки. Танкер водоизмещением 10 тысяч тонн, транспортное судно водоизмещением полторы тысячи тонны «Мотобот», а также два транспортных судна водоизмещением 8 тысяч тонн в составе группы самолетов. Мы как-то уже привыкли чтить наших героев после смерти, если можно так сказать. То есть, вот, ну, привыкли, что война была когда-то давно, что герои эти были когда-то давно, и вот эта память, она у нас, конечно, живет, но мы не можем сказать лично слова благодарности этим людям. А вот встреча с Павлом Андреевичем Галкиным это замечательный пример сказать то, что мы должны были сказать, то, что мы сейчас хотим сказать человеку лично, сказать те слова благодарности, поклониться ему в пояс, потому что вот эти люди отстояли в свое время великую страну и дали нам, последующим поколениям, шанс жить и жить достойно. Летом этого года делегация «Комсомольской правды» отправилась к Павлу Андреевичу в Ейск. Несмотря на множество журналистов, которые бывали у ветеранов последние годы, земляков фронтовик встретил с радостью. Когда он узнал, что из родной Рязанской области к нему приедут, он так немножко воодушевился, но когда началась беседа, в принципе, мне кажется, он вообще был очень рад, вспомнил, что мы рязанцы, казапкосопузы и обнял нас, вот, и на следующий день еще нас принимал. Результатом поездки стало шестичасовое интервью с фронтовиком. Прочитать полную версию в нескольких частях можно на страницах газеты «Комсомольская правда». И эта история стоит внимания. Ведь Павел Андреевич начинал свою службу в ПВО, затем стал пилотом. Безупречное знание географии и карт. Умение предугадать по косвенным признакам погоду сделало из него не просто уверенного летчика, но героя, который мог принимать решения, неожиданные для врага. У его сослуживцев существовало поверье. Летишь с Галкиным, над морем точно сбит не будешь. Результатом нашего совместного проекта «Нам есть кем гордиться» стала вот такая книга. Они родились рязанцами, в которой мы собрали биографии всех героев Советского Союза, рожденных на Рязанской земле. В том числе здесь есть и биография Павла Андреевича Галкина. Он держал в руках эту книгу, почитал свою биографию, увидел, что все в ней написано правильно и написал нам стихи. Сегодня, в день рождения Павла Галкина, в Ейске находится представитель комсомольской правды Александр Ефанов. Ему поручили вручить герою памятный подарок от региона. Это последний, к сожалению, герой Советского Союза из ныне здравствующих, который родом из Рязанской области. Комсомольская правда и Рязани приехали в Ейск, чтобы отдать дань уважения ветерану и передать. Мы передали от правительства Рязанской области знак благодарность земле Рязанской. И, может быть, это будет звучать смешно, но мы передали и кирпич, кирпич. Обыкновенный красный кирпич, но он... Это кирпич дома, где родился и вырос Павел Андреевич Галкин. Помнить о героях, пока они живы, говорить спасибо, пока они живы. Это настоящая честь для благодарных потомков. Марина Кобесарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сегодня исполняющий обязанности руководитель управления МЧС по Рязанской области наградил охранников, работавших в момент возгорания в торговом центре М5МОЛ. Благодаря их оперативности из здания вывели 1200 человек. Максим Васильев продолжит. Поздравляю вас, благодаря вашим грамотным действиям удалось избежать жертв, посетителей, обслуживающих персонал. Спасибо. Для этих мужчин пожар в торговом центре М5МОЛ стал одной из главных проверок в жизни. Теоретически они, конечно, знали, как действовать в нештатной ситуации, но то в теории. Практика, на первый взгляд, оказалась проще. Но это лишь на первый взгляд. 70 тысяч квадратных метров всего площадь торгового центра и на 500 квадратных метрах нам удалось справиться. Ну, благодаря вашим действиям, которые давали оперативную информацию сотрудникам МЧС, которые пребывали, конечно, с такими достойными людьми, знающими свое дело, и хочется служить, и хочется работать. Как видно, на камерах охрана торгового центра работала четко, без паники, в связке с пожарными, чей профессионализм позволил торговому центру, по сути, избежать крупного ущерба. Психологической устойчивости в Лиге безопасности уделяет особое внимание. Личный состав, в целом, он разномастный. По возрасту, по уровню образования, да, по другим различным критериям. И вот надо из этого коллектива, из этой команды сделать хорошо отрегулированный механизм. А здесь в психологии ничего не сделаешь. Мы просто выполняли свою работу, скромно говорят они сейчас. Из торгового центра специалисты охранного предприятия вывели 1230 человек за 8 минут. Возможно, этот рекордный таймер был бы еще меньше, если бы посетители вели себя дисциплинированно. Люди пытались снимать на телефон, выложить куда-то в интернет, тем самым подвергали свою жизнь опасности. У меня, я обращаюсь к тем гражданам, которые могут оказаться в данной ситуации. Думайте, прежде всего, о своей жизни, здоровье, о своих близких, что с вами может что-то случиться, а не о том, что вы где-то выложили это в сети, и вы стали каким-то героем. Сегодня у Лиги безопасности около 200 объектов и почти 700 сотрудников, каждый из которых теперь знает, на кого равняться. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ночью 14 декабря на площади 26 бакенских комиссаров загорелся автомобиль. Однако трагедии удалось избежать, сотрудники Росгвардии появились вовремя. Они обратили внимание на задымление возле одного из домов в районе площади 26 бакенских комиссаров. Подъехав ближе, они обнаружили, как загорелся автомобиль «Ладо Приора». Находясь на маршруте патрулирования, проезжая по адресу 26 бакенских комиссаров, увидев возгорание автомобиля «Ладо Приора», незамедлительно доложили в пожарную часть, отцепили место происшествия. После, при помощи огнетушителя, приступили к тушению пожара. Благодаря действиям Росгвардейцев, пожар удалось частично локализовать. Прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание. Помимо сгоревшегося автомобиля, не обошлось и без ДТП. Так, только за прошедшую пятницу и выходные на дорогах Рязанской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, а 13 получили травмы различной степени тяжести. Подробности далее. Вечером в воскресенье 13 декабря на перекрестках улиц Касимовское шоссе и Тимуровцев лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля «Опель Астра» и «Хюндай Солярис». Иномарки получили механические повреждения. Без пострадавших тоже не обошлось. 13 декабря примерно в 19.40 в Рязани вблизи дома 57 по Касимовскому шоссе 21-летний житель Рязани управляя автомобилем «Опель Астра» по предварительной информации на регулированном перекрестке совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Хюндэ Солярис» под управлением 27-летнего рязанца. В результате происшествия двое пассажиров автомобиля «Хюндайс», среди которых мужчина 27 лет и ребенок в возрасте полутора лет получили травмы. Пострадавшим уже оказана медицинская помощь. По факту этого ДТП проводится проверка. Также обстоятельства уточняются еще по одной аварии, которая произошла в деревне Лощинино Касимовского района в минувшие выходные. 13 декабря примерно в 18.45 в деревне Лощинино Касимовского района 16-летняя жительница Касимова, не имеющая права управления транспортными средствами, управляя автомобилем ВАЗ-2109, по предварительной информации не выбрала безопасную скорость движения, в следствии чего не справилась с рулемым управлением и совершила съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В результате происшествия водители и две пассажирки автомобиля в возрасте 18 лет получили травмы и были госпитализированы. Пока по фактам очередных аварий ведутся проверки, в Госдуме начали работать над новым законопроектом, согласно которому человеку, никогда не имевшему прав и тем не менее находившемуся за рулем автомобиля и попавшему в ДТП с тяжелыми последствиями, может грозить максимально жестокое уголовное наказание. Алиса Катрувская, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин